Сегодня мы 23 июня решили замерить все наши пруды и озера. Вот сейчас храмовый, раньше он назывался Малаканишный. Кому он принадлежал пруд, очевидно, неизвестно. А так как Малаканка была здесь, по ней называли. Там КТФ, Конно-Тонварная ферма. А в другом месте Симаковский, Камагориха, Андрея Шинлок, Ядрова. Это все сохранили свои названия. Ну давай, Володенька. Пащенко Владимир Александрович, землемер. Слух считай. Третью, четыре, пять, шесть, nueve, восемнадцать, девенадцать, темнадцать, cum discern хорош 22 22 44 метра ну вот такое вот получилось озерко в нем купались тут я однажды начал тонуть но коли серебряников меня подделом даже не понял что я тону нога запуталась в тени тут лесопилка была вот тут у нас рядом храм вот выходим прямо на храм смотри володя какие ветки там мешают вот это вот полностью надо срубить тут я прочистил маленько это твоя задача обрубить вот эти кусты свалить деревья пусть даже в воду вот гляди потеряевка сейчас я покажу это вот у нас техника у игоря барабаша причем занимает место на земле ну что то можно сейчас закон подвести его прийти ночью трактора свернуть по указу какого-нибудь иноземного человека с властью обреченного путь премьер-министр или прокурор храм в честь святого анфима никомедийского священномученика в 302 году умер 32 тысячи был приход у него и всех сожгли сожгли а это а то лишь как нынче сделал красиво заказал алексей говорит так вот здесь показать как вот дорогу то сами делают кто думает село восстанавливать как это не просто вот отсюда и вон там до поворота вот это вот щебенка одна только 232 тысячи пришлось отдать для частника как это не везут и все а потом привезли к камлы не застывший там половина даже нет а с кого взять ни с кого шестиметровые брусья заказали заплатили приезжают гнилые 5-метровые а уже стояки железобетонные выставлены став другие это страна разора почему лучше уничтожалась целенаправленно сто лет как я называю душняк тюремные устроили продыхнуть нельзя сейчас у нас нападает то что было лагерные постройки там мазанки но они очень ценно историческое наследие как можно жить в бедности красиво и интересно и володя запомни сколько я попутно прохожу какая-то храмовый пруд рядом храм теперь он называется храмовый а машину пожарную игорь даже приобрел она там с этими-то изъянами это техника его там до самых садов но сейчас начни сказать а ты оформил эту землю скажет нет все самовольно захватил прокурор должен смотреть за тем чтобы не был нарушаем закон а какой это закон если жить не дает это не закон это беззаконие власть дана от бога не анти власть так теперь начинают отсюда мерить прямо через этот проходе через склад вот отсюда начинай вот где я стою вот смотри вот около моей ноги начинается уже вот вот отсюда там дерево склонилась над рекой начинай сколько 22 пошел по новой 1 2 надень перчатки мы свободе на велосипедах приехали сегодня мы все это делаем а тот живет игорь барабаш его гараж для техники там 2 гараж приехал ничего нету прямо через склад прямо у нас школа 9 8 ну начальная школа до 9 класса здесь учили вот там их вот это вот спортивный зал а на той стороне половина то бывший клуб дом культуры как называли проект был всем сатором тихо идут до сараса наша деревня александр барабаш замеряем все озера все от рожки все за там замерили сейчас здесь будем замерять чтобы знать какое наличие воды у нас так по интернету же можно карта же есть нет этого нету нету там сухие лаган еще все наполнены мы замеряем все и глубину и ширину и длину давай карты для нас это не ответ считаю ровно прямо через склад иди а это бывшее здание клуба как называли дом культуры там когда-то крест был на верху его сняли на стенку сделали и здесь кажется 400 чем-то штахетин сделал андрюша свой свой здесь не покупали это потеряевская школа начальная но 9 класса все кончали половина занимает вторая половина на той стороне храм святого анфима никомидийского 302 году казнен был епископ никомидии столичного города это сушилка игорь александр барабаш приобрел перетяни тогда и все смотри чтобы она не скользила у тебя истребок как он не мог никого помог поймать вот он лежит истребок это истребок клюв у него такой как же так это он или молодой совсем ласточек ловит здесь а это огромные кули на аэропатоне чтобы не скользило ставим ровно здесь потихоньку иди считай слух зерноочистительная машина это у игоря лежит куча гречки здесь не знаю что у него тут а по моему это у него это у него что лежит вот это это не ячмень ячмень там он горох у него лежит за этим давай считай правильный слух 502 квадратных метров 505 квадратных метров расфальтировал как мог 408 квадратных метров 49 квадратных метров 51 квадратных метров вот этот мы сейчас записываем 55 квадратных метров 50 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 квадратных метров Я сейчас выйду туда, на такие деревья где Ну вот, 67 здесь Ну это дальше наша Мост-то, видишь, где платина-то Постой сейчас, я пройду, чтобы тебя перетащить на эту сторону Постой маленько, я сейчас пройду тут, проломлюсь, я боюсь тут яму рухнуть Надо параллельно выйти туда И вон куда надо идти, вон куда Подожди, молоденька, подожди маленько Подожди, голубчик Тут надо знать, здесь обрывы Бульдозер надел, может, ух, руку ошпарил Красиво, это пустырьник Так, где ты? Вот, давай за мной сюда Прямо иди, не надо ничего мерить, ничего Запомни ту цифру только Прямо иди, прямо, выйдешь по дорожке Это батюшкин дом, видать Вот он Своими силами все, каменщик А тут-то рвы какие Когда их копали, даже неизвестно Яма огромная Сюда, перетаскивайся И сейчас идешь параллельно Точно сюда Параллельно этому Вот сюда останови, начинай мерить За мной иди Добавляй к тем цифру Вот до сих пор, прямо, прямо вдоль берега Семьдесят два А там двадцать два, дальше можно не ходить Или сходить туда Ну, давай, замери с этой стороны Семьдесят два и двадцать два Иди сюда Вот отсюда начни мерить Ширина такая же будет или нет Сейчас мы дойдем, откуда начинать мерить Вот отсюда, где моя нога Давай Тут уже Все, я уже дошел А там еще вон дальше отрожек какой-то Для нереста рыбы сделано Давай Зимой они тут пилили, видимо кололи Надо выкосить все, иначе тут боделье будет Да Сильно бобры вредили Можно было ногу сломать Эти заросли, а заросли это огромные Вот они мне до бороды Ой-ой-ой-ой Так, тут дрова, Володя Двенадцать тринадцать Обойди вот сюда Деревья пилили, убирали Сейчас остановлюсь, покажу какая глубина Там он вниз Ну там метров шесть Шестнадцать Осторожно, тут тоже дрова Вообще пройти невозможно Ой-ой-ой-ой Тут никакая коса не поможет Ну что ж они не убрали-то тут вообще не знаешь как пройти как сплошняком а пройти то можно пройти мужика по ним конечно ну давай 22 вот здесь 22 это вот это да тут ничего не сделаешь тут только надо сплавлять прямо куда забрел там щурки плавают ну и как не вытащить и опять дрова вот они в раз это я все лезу через этот ну уже дошли ну насколько здесь будет туда прикинь примерно 27 27 ну и дальше сколько там 5 будет конечно да 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 будет вот и считай 32 да там еще шире считает 35 так все на этом я выключаю владея падаю на подержи игорь он канс комбайн подожди когда тина игоря захватили он там заказчику ведет отравляет поля или счетом делать отравливать до 35 от сорняков протравить раму 22 сажение ширина а там 72 да да 72 ну смотри на чё это похоже так иди ты с этим с аппаратом иначе я его угроблю я никогда не думал что сколько дров может быть на пути зимой было намного легче будем чем сейчас в траве даже в основном ассод Крапива, осоз, сорняк Крапива, осоз, сорняк Крапива, осоз, сорняк Крапива, осоз, сорняк